Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет парфюмерное видео. Видео будет немного именно такого болтологического рода, потому что я сейчас абсолютно не в настроении читать что-то по бумажке и смотреть на всяких различных сайтах, потому что этот ролик я пытаюсь переснять, наверное, уже, ну, раз так, третий. У меня это плохо получается, и, собственно, я буду говорить именно от себя. И это будет видео именно о моих зимних ароматах, потому что за окном уже практически весна. Мне хочется немного поменять свой вот такой вот парфюмерный гардероб. Естественно, перед тем, как это сделать, я хочу вам рассказать о тех ароматах, которые у меня появились. Первый аромат, с которого я начну, вы его уже могли видеть в предыдущем моем именно зимнем видео о парфюмах. Это Black Opium of Saint Laurent. У меня он в двух разливах. Это 30 мл, собственно. Мое первое знакомство произошло именно вот с этого флакона. Маленький у меня именно парфюм, а большой это туалетная вода. Собственно, флакон, которому я сейчас этой зимой 2016-2017 года отдавала себе предпочтение, это именно туалетная вода. Он немного легче, чем парфюмированная вода. Также вы видео о парфюме можете увидеть в инфобоксе, что могу сказать по поводу именно туалетной воды. Она немного легче и воздушнее, нежели парфюм сам. Но также мне безумно нравится. Это восточный, теплый, согревающий, конфетный, такой немного даже коньячный аромат. Да, я здесь чувствую и кофе, и виноград, и карамель, и что-то такое обволакивающее, вы знаете, именно пленительное. Второй аромат, которому я давала свои предпочтения, это вот такой вот флакончик. Вы у меня его еще не видели, но это Lalique Living с такими потрясающими просто птичками на крышечке. Именно, кстати, это парфюм, и стойкость у него, могу сказать, просто бешеная. Он держится до двух дней на одежде, ну, на коже, собственно, до помывки. Здесь у меня флакон в 100 мл, и если вы можете заметить, то за три месяца я достаточно так нормально израсходовала этот парфюм. Я этот аромат отношу именно к разряду таких вот перечных, потому что в нем есть что-то такое, что меня завораживает. Изначально он показался, честно говоря, мне даже мужским. Мне кажется, этот аромат будет хорошо сидеть как на мужчинах, так, собственно, и на женщинах. Первый раз я унюхала его у своей мамы, и, собственно, у нее его просто отобрала. Здесь есть что-то цветочное, но в основном здесь преобладает именно такая вот перцовость. И эта перцовость преобладает именно в изначальных, первоначальных нотах. Он безумно классно носится именно зимой. На работу, когда вам нужно в таком приподнятом именно серьезном настроении находиться, я могу вам посоветовать этот аромат. И, кстати, именно из-за того, что я не читаю в этот раз пирамиду, описание пирамиды будет написано также в инфобоксе. Поэтому, кому интересно, заходите. Обратите свое внимание именно те, кто не особо любит такие, знаете, слащавые парфюмы, нежели предыдущий. Аромат, опять же, новинка у меня. Это вот такой вот парфюм от Mixit. Mixit с вот такой вот девушкой. Называется это Cafe Gourmit. 50 мл. Вот такой вот флакончик достаточно такого коньячного темного оттенка. Собственно, этот аромат для меня является коньячным. Потому что здесь для меня именно конфеты, ваниль, такая очень-очень запудренная, засахаренная, что ли. И много алкоголя, именно напитка алкогольного. Многие, кстати, у меня говорили, что это достаточно тяжелый, терпкий такой аромат. Но мне он таким не кажется. И мне он действительно очень-очень нравится. Он здорово носится именно, знаете, в такую хрустящую погоду. Поэтому, если вы любите такие ароматы, которые немного в себе что-то таинственное содержат, могу вам посоветовать. Кстати, хочу вам прочитать то, что здесь написано на упаковке. Это аромат для настоящих гурманов, стильно вызывающий соблазнительность, карамельной начинкой и послевкусием шоколада и ванили. Экстракт смолы из теракса придает ему такую шоколадно-смолистую ноту, которую невозможно спутать ни с чем, раз ее ощутив. И, собственно, да, наверное, смола дает такой вот эффект, потому что этот аромат, он... Я не могу носить, честно говоря, его каждый день, потому что он меня начинает бесить, он начинает мне надоедать. Но когда я долгие достаточно перерывы делаю между ним, он меня каждый раз просто заволакивает. Но это действительно для сладкоежек парфюм, поэтому да, присмотритесь. Он, кстати, безумно долго держится, он именно на масляных таких вот компонентах, поэтому он очень-очень стойкий и стоит абсолютно бюджетно. Далее парфюм, который я отношу, опять же, к такому сладкому, потому что зима для меня это именно та пора, когда я могу носить супер сладкие, супер шоколадные, супер ванильные какие-то парфюмы. Собственно, опять же, этот аромат вы могли уже видеть у меня в предыдущем году, это Ифраше Ванила Нуар. Мне безумно нравится этот аромат. Честно признаюсь, этой зимой я пользовалась им реже, нежели предыдущей зимой, но моя любовь к нему не иссякла. У меня здесь 50 мл, я его испшикала, ну, где-то примерно вот столько. Он мне очень нравится. Я уже говорила, что это супер, на мой взгляд, курманский аромат. И здесь просто огромное количество сортов ванили, каких-то экстрактов, не знаю, в общем, все выжимки, которые можно только сделать из ванили, содержатся в этом флаконе. Кстати, по сравнению с предыдущим, вот Mixit, я не знаю, кто как правильно называет, он более мягкий. То есть, если для вас ванила Нуар тяжелый, то тот еще тяжелее будет. Еще один аромат, который вы могли уже видеть у меня, опять же, даже не в одном, на самом деле, видео, это Prada Candy. У меня его осталось здесь совсем немножко, и у меня это был именно тестер. Если вы знаете, то у больших флаконов есть вот такая вот заглушка, чтобы не нажимать, не распылять, допустим, в сумке аромат. Более меньшего формата у него вот эта вот крышечка открывается, и, собственно, как обычный дозатор. Здесь у меня был, если я не ошибаюсь, 75 миллилитров, а, 80, извините, миллилитров. Ну, это, естественно, безумно такой сладкий, дичачий, какой-то воздушный аромат, который поднимает настроение, который дарит немного ощущения ароматики. Я тоже его очень сильно люблю, но я ношу его достаточно редко, потому что у меня этому флакону уже 4 года. Собственно, я добить его никак не могу, ну, 80 миллилитров. Он не суперстойкий, но он очень нежный, он обволакивающий, дарящий такое именно теплое настроение, нежное настроение. То есть, если вам хочется прям быть такой девочкой-девочкой, то вот такой вот парфюм мне он очень нравится. Следующий и, наверное, именно вот поистиному зимний аромат для меня это будет Нина Ричи. На это Нина Ричи в лимитированном издании я не буду коверкать название этого аромата, потому что я сейчас пытаюсь прочитать и понимаю, что я абсолютно не могу правильно прочитать название этого парфюма. Но, собственно, это такое неоново-розовое яблоко, обтекающее именно золотой карамелью. Собственно, если вы посмотрите описание этого парфюма, то там содержится карамель. Этот аромат, он очень сладкий. Он вот прям очень-очень сладкий. Он несложный, то есть он не будет вас заморачивать, он не будет делать из вас какую-то супер-интригантку, супер-какую-то такую серьезную, сложную девушку. Этот аромат, могу сказать, то, что он очень похож со своими саратичами, другими яблочками от Нины Ричи, потому что он достаточно узнаваемый. И это, наверное, единственный аромат, который у меня на работе могли узнавать практически все. Поэтому, собственно, не эксклюзив, но приятный такой, приятный житель моей коллекции ароматов. Тоже могу посоветовать. Очень сладкий, ненавязчивый, но все-таки он немного тяжеловат для меня, потому что я не очень любила им пользоваться этой зимой, но израсходовала практически половину, потому что пшикало, ну, для того, чтобы поднять себе как-то именно такое, вот знаете, нежное настроение. Он, в принципе, для этих целей очень даже неплохо подходит. Также хочу вам показать два аромата, по поводу которых я еще, ну, не совсем, так скажем, определилась. То есть я не могу их отнести конкретно зимним ароматам. Для меня один из них является поздне-осенний и второй очень-очень ранне-весенний. Я, как я уже сказала, для меня сейчас уже началась весна, и, собственно, сейчас я пользуюсь одним из тех ароматов, которые я вам покажу. Давайте, наверное, начнем именно с осени. Это тот аромат, которым я пользовалась в самой-самой поздней осенью. То есть это, наверное, где-то начало ноября, конец октября. Это Роберто Кавалли, называется Джаст Кавалли. Очень прикольная у него упаковка в виде именно змеи, опять же, розовое дно, потому что этот аромат, опять же, сладкий. Я могу сказать то, что у меня к этому парфюму, честно говоря, немного странное отношение, потому что я купила его вслепую, потому что у меня был психоз, я просто гуляла по магазину, там были какие-то бешеные скидки, я решила взять вот этот вот флакончик. Абсолютно не жалею, что взяла его в миллилитраже, если я не ошибаюсь, тридцатка здесь. Да, здесь тридцать миллилитров, и мне вполне этого хватит для того, чтобы как-то поиграться с ним. Но могу сказать, что мне моя начальница на работе делала каждый раз, когда я ходила с этим ароматом, она говорила мне комплименты, что от меня очень приятно пахнет, что очень приятно. Итак, это достаточно такой цветочный, уже не восточный, на мой взгляд, парфюм, потому что он не такой тяжелый, как некоторые из тех, которые я вам показала, и в нем есть какая-то такая нота, которая меня, честно говоря, немного подбешивает. Это, скорее всего, какой-то цветок. Я не могу понять, что это за цветок. Порой мне кажется даже, что это магнолия. Он, вот знаете, он абсолютно не подойдет на теплое время года, но на прохладную, на прохладную реально погоду он очень хорошо ложится, но это должны быть не супер морозы, то есть декабрь – это не его абсолютно время. Вот конец октября, начало ноября, когда уже так снег лежит на улице, и да, это очень хорошее время для этого аромата. А в другое, более теплое время года меня этот аромат, честно говоря, душил. Опять же, все составляющие этого аромата будут написаны внизу в инфобоксе, поэтому обязательно заходите и смотрите. Последний аромат, который я вам хочу сегодня показать – это, собственно, парфюм, которым я пользуюсь на данный момент времени чаще всего. И для меня это такой, знаете, запах начинающейся только весны, то есть только-только вот буквально несколько дней назад начали петь птички, начал сходить снег, ты уже ходишь без шапки, чувствуешь себя не такой капустой, как это обычно. И, собственно, это Disquared. Вот такой вот парфюм. И называется он Disquared Potion. И у меня это именно, собственно, для девушек. Безумно красивый, безумно крутой флакон. Он достаточно тяжелый и такой увесистый. Мне он даже напоминает, честно говоря, немного стиль ретро. И у меня это, кстати, именно парфюм. Очень крутая упаковка из-за того, что она очень добротно и качественно сделана. Здесь металлическая крышка, которая вот ее нужно именно вот так вот сделать, и только тогда аромат закрывается. Настолько качественная крышка бывает не во всех парфюмах. Я думаю, вы это знаете. Он очень цветочный, но могу сказать, что днем я его чувствую. А если я наношу его на вечер, я вообще его не ощущаю. Вот я не знаю, у него какая-то вот такая вот закономерность. То есть он чувствуется, вы его ощущаете только в дневное время суток. Потому что если вот, как уже и сказала, допустим, сейчас я им напшипаюсь, потому что сейчас вечер, я думаю, вы понимаете это, я его на улице на себе вообще не буду ощущать. И точно немного может быть даже пудровый аромат. Кстати, я слышала то, что в этом парфюме содержится феромоны. И, честно могу вам сказать, многие достаточно оценили этот аромат. Поэтому если вас интересуют такие не супер тяжелые, немного даже такие, знаете, пудровые парфюмы, то я могу вам его посоветовать. Тоже могу сказать то, что у этого аромата достаточно большое количество поклонниц. Поэтому советую всем к нему присмотреться. Он очень прикольно. Использовала его, в принципе, я немного. Но на данный период времени мне он очень сильно нравится. Итак, это были все мои зимние ароматы 2016-2017 года. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно меня слушать именно не в разложении пирамиды, а именно по моим ощущениям. Я постаралась вам предельно понятно и предельно доступно, предельно близко показать, как я ощущаю данные ароматы. Также, если у вас возникают какие-то вопросы, или вы хотите на тот или иной парфюм послушать более развернутую его версию, то обязательно оставляйте свои комментарии, свои запросы внизу в инфобоксе. На этом я буду с вами прощаться. Огромное вам спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Всех целую. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok